здравствуйте ребята рада вас видеть кто видит и слышит поставьте плюсики приготовились книжечки дневники пока я включаю презентацию здравствуйте ребята тема сегодняшнего урока у нас вас не крылова сейчас мы как всегда записываем домашнее задание открываем дневники ребята страница 43-45 выразительно читать ребята желательно одну из басен и иван андреевича крылова выучить вам две басни и желательно одну выучить страница 43-45 выразительно читать две басни одну из басен выучить тема сегодняшнего урока ребята мы сегодня познакомимся жизнью и творчеством ивана андреевича крылова мы будем формировать умение определять басню как жанр литературы по характерным признакам одергория мораль поучительность находить мораль произведения будем также продолжать формировать творческие способности навык выразительного и осознанного чтения ребята для начала у нас с вами речевая разминка осип орет архип не отстает кто кого переорет осип ахрип архип асип ребята осип и архип это русские старинные имена как вы понимаете слово ахрип и асип ребята кто как думает кто как понимает ахрип и осип это слова синонимы и означает они потеряли голос давайте еще раз прочитаем с вами осип орет архип не отстает кто кого переорет осип ахрип архип осип давайте ребята с вами вспомним на прошлом уроке с вами проходили басни мы сегодня продолжаем но мы сегодня будем проходить басни русского баснописа ивана андреевича крылова на прошлом уроке мы с вами проходили басни из опа ребята вы наверное узнали что первым баснописом был и зуб он жил в греции около 3 около трех тысяч лет тому назад из опа был рабом и не мог открыто смеяться над людьми поэтому обладать не мог смеяться над людьми которые обладали властью поэтому он рассказывал свои рассказы которые якобы случались животными и хотя все понимали что речь идет о людях никто не мог объединить из опа в том что он показывает пороки человека итак ребята давайте с вами вспомним что такое басня басня это а юрическое стихотворение б короткая сказочная история в краткий поучительный сатирический рассказ и стихотворение какой вариант посчитайте правильным правильный басня ребята это краткий поучительный сатирический рассказ или стихотворение молодцы ребята все совершенно верно ответили скажите ребята герои басни это животные богатыри или дети какой вариант правильно правильно конечно это первый вариант героем басни басни баснями являются животными молодцы ребята правильно ответили ребята как посчитаете басни писали с целью а прославить русский народ б помочь исправить недостатки поведению Hang on the way to the way to the way to the way through the way through the way правильно правильно ребята ты лай правильно тачачает а лим правильно вас не подписали из целью помочь исправить недостатки поведения людей посмеявшись над ним то есть 2 вариант у нас правильно Молодцы, ребята. Как вы считаете, ребята, особенности басни? А. Прекратные повторы. В. Волшебство. В. Мораль, сатира и диалог. Какой вариант вы считаете правильным? Правильно, Арсен. Правильно, Артаджи. Правильно. Правильно, ребята. Мораль. Давайте теперь посмотрим, что такое мораль, ребята. Как вы думаете, а? Что такое мораль? Мораль – это краткое нравоучительное заключение. Молодцы, ребята. Итак, ребята, мы с вами сделали вывод, что басня – это краткое, ненасказательное, нравоучительное стихотворение, рассказ. И мы сегодня определились, что такое басня. А теперь давайте, ребята, послушаем небольшой рассказ о русском баснописце и Крылове. Иван Андреевич Крылов – это русский баснописец. Он писал свои басни и для детей, и для взрослых. Эти произведения принесли ему всенародную любовь. Люди читали их и смеялись над своими пороками. Дедушка Крылов, так его назвали, был добрым человеком. Он боролся с недостатками, которые мешают людям жить в мире и согласии. Его оружием были басни. Познакомиться с новой басней Крылова – значит узнать что-то новое и важное о себе и людях. Ребята, посмотрите, перед вами Крылов Иван Андреевич. Всем с детства знакомы поучительные басни Ивана Крылова. Они учат трудолюбию, добру, отзывчивости и осуждают трусость, лесть и другие отрицательные качества. Вы, наверное, знаете о трудяге и муравье из приказе, который любил обездельничать, о хитрой лисице и доверчивой воронье. Эти и многие герои вышли из-под пера Ивана Андреевича Крылова. Крылов родился, ребята, в Москве в 1769 году. Однако за всю свою жизнь успел пожить в разных родах. Семья будущего баснописца была небогатой. Иван очень любил читать, поэтому вырос очень умным, интеллигентным человеком. Отец, который привил любовь к чтению, рано умер. И матери писателя пришлось отдать мальчика на подработки в суд, где ребенок числился писцом. Мама обучила ребенка грамоте и знанию математики. Ребята, в детстве Иван любил посещать городские празднества, ярмарки, гуляния, где он наблюдал за людьми, подмечал всевозможные интересные ситуации и даже принимал участие в кулачных боях. Он близко общался с народом. Наверное, это и помогло ему написать так много остроумных басен. В 1782 году Крылов переезжает в Петербург, город культуры. Здесь талант будущего баснописца начинается раскрываться. Им написано несколько пьес, которые были оценены многими критиками. Впоследствии произведения Крылова становятся наполненными сатирой. Крылов нашел свой жанр и создавал настоящие шедевры в его рамках. Крылов Так же баснописец был знаменит своей любовью хорошо покушать. Было мнение, что он умер от обжорства. Но это не так, ребята. Крылов ушел из жизни из-за пневмонии. Это случилось осенью 1844 года. Так, ребята, сейчас давайте откроем книжечки. У нас книжечка с вами зелененькая. Вот посмотрите. Авторазмитель и Власова. Не путаем, ребята. Открываем. Страница 43. Страница 43. И давайте с вами сейчас прочтем басню Крылова «Волк и кот». Давайте открываем. Волк из лесу в деревню забежал. Не в гости, но живот спасая. За шкуру он свою дрожал. Охотники за ним гнались и кончик стая. Он рад бы впервые, впервые тут шмыгнуть ворота. Но то лишь горе, что все ворота на запоре. Ребята, на запоре это значит на замке. Вот видит волк мой на заборе кота. И молит. Васенька, мой друг, скажи скорее, Кто здесь из мужичков добрее, Чтобы укрыть меня от злых моих врагов? Ты слышишь, лай собак и страшный звук врагов? Все это ведь за мной. Проси скорее Степана. Мужик придобрый он. Кот Васька говорит. Да так, но у него я ободрал барана. Но попытайся уж у Демьяна. Боюсь, что на меня и он сердит. Я у него унес козленка. Видишь, вон там живет Трофим. К Трофиму? Нет, боюсь, и я встретиться... Нет, боюсь, и встретиться я с ним. Он на меня с весны грозится за ягненка. Ну, плохо ж. Ну, а вот тебя укроет Клим. Ох, Вася, у него зарезал я теленка. Что ж, вижу, кум, ты всем в деревне насолил, Сказал тут Васька Волку. Какую ж ты себе защиту здесь сулил? Ребята, слово сулил означает надеяться, ждать. Нет в наших мужичках не столько малу толку, Чтоб на свою беду тебя спасли они. И правы, сам себя вини, Что ты посеял, то и жни. Вот такая вот поучительная, ребята, басня. Давайте сейчас мы сделаем характеристику этой басни. Значит, ребята, в этой басне Волк и кот – главные действующие герои. Волк пытается спрятаться от охотников. А кот просто сидит на заборе. Он просит кота, чтобы кот подсказал, Кто может его спрятать. Кот пытается ему помочь, Перечисляя всех жителей. На ходу выясняется, Что волк насолил всем мужикам в деревне. И, естественно, никто его не спасет. Даже кот говорит, Что защиты здесь у него никакой нет, ребята. Вот такой у нас анализ, да? Давайте посмотрим с вами. Почему такое произошло, ребята? Потому что волк постоянно воровал животных в деревне. На примере волка автор показывает человека, Просящего у кого-то помощи. Но сам для этого ничего он не сделал. И смысл этой басни заключается в том, Что если ты не сделал людям ничего хорошего, То и они тебе вряд ли помогут. А для этого, чтобы тебе люди помогли, Ты должен помочь людям, да? Надо и самому помогать людям. Вот такой вот смысл этой басни. И посмотрите, Мораль басни «Волки-кот» в том, Заключается в последних строчках этой басни. И правы, сам себя вини, Что ты поселил, то и жни. Нельзя рассчитывать на помощь тех, Кому ты сделал по кости. Да, ребята? Вот такая вот очень поучительная, Интересная басня. Так, ребята, давайте открываем Следующую страницу. Следующая страница. Это у нас страница 44. И читаем следующую с вами басню. Басня называется Трудолюбивый медведь. Все внимательно слушаем. Увидя, что мужик, Трудясь над дугами, Их прибыльно сбывает с рук. А дуги гнуть с терпением Они вдруг. Медведь задумал жить Такими же трудами, Пошел по лесу Треск и стук. И слышно за версту проказу Орешника, Березника и вязу. Мой мишка погубил Несметное число, А не дается ремесло. Вот идет к мужику, Он попросить совета. И говорит сосед, И говорит сосед, Что за причина эта? Деревья таки я ломать могу, А не согнуть ни одного дугу. Скажи, в чем тут есть Главное умение? В том отвечал сосед, Чего в тебе, кум, Вовсе нет. В терпении. Вот такое вот интересное У нас с вами Поучительное тоже басню Мы с вами прочитали. Ребята, давайте тоже Мы сейчас сделаем с вами Анализ Этой басни Смотрите Образ мужика Это образ ловкого, Искусного профессионала, Который вызывает Справедливое восхищение В медведе Ведь все мы В какой-то мере Восхищаемся, да, ребята Слаженной, Размеренной и точной работе Любого мастера В итоге Мишка, Прилюстевший с хорошим доходом Мужика Тоже решил последовать Его пример Но героя нашего Ждет неудача Работа с гнутым деревом Весьма сложна И полна нюансов Требует долгих лет обучения Однако даже По поверхностному анализу Басни Крылова Трудолюбивый Медведь Видно, что в конце концов Мишка исправился Он отбросил ложные амбиции И пришел за советом К мужику И последний Открыл ему Основной принцип Своей профессии Да и многим другим Что в любом деле Главное терпение Что нужно Много вложить усилий Чтобы получить Хороший результат Вот такая вот у нас Такой анализ у нас Значит, мораль басни Трудолюбивый Медведь Сконцентрирована В последних Двух строчках Сипрет любого мастерства Это в терпении Усидчивости И, конечно, долгая Старательная работа Должна быть Прежде чем Чтобы был хороший результат Должна быть Долгая усидчивая работа Ребята, давайте с вами Сейчас ответим На вопросы Как вы понимаете Слова из басни Волк и кот Смотрите Он за шкуру свою дрожал Вот мы с вами Прочитали Волк и кот Как вы понимаете Ребята Не отвлекаемся Давайте ответим На вопросы За шкуру он свою дрожал Молодец, Назима Молодец Он дрожал за себя Он боялся за себя Правильно Арсен правильно говорит Правильно Он боялся за себя Руслан тоже правильно говорит Так, давайте На следующий вопрос Ответим Как вы понимаете Слова из басни Волк и кот Он за меня грозится Грозится за ягненка Как понимаете Он злой Правильно Правильно Руслан Злой Он хорошо Он был злой Да За то что он Ягненка его Сиел Правильно Правильно Молодцы Ребята Ребята Так Следующее выражение Как вы понимаете Всем насолил Как вы понимаете Ребята Всем он насолил Так Ребята Давайте Отвечаем Правильно Руслан Всем плохо Сделал То есть Всем напакостил Да Молодцы Правильно Хорошо Мирель тоже Правильно Отвечает Так Кто еще Мне ответит Больше никто Не активно Ребята Работаем Как вы понимаете Слова из басни Трудолюбивый Медведь Прибыль Насбывает С рук Как вы понимаете Это выражение Прибыль Насбывает С рук Так Я жду Ответы Ребята Ребята Работаем Ни у кого Нет вариантов Да То есть Он выгодно Продавал Да Правильно Выгодно Продавал Дальше Следующее Не дается Ремесло Как вы понимаете Это слово Это выражение Не дается Ремесло Не получается Дело Айсара Правильно Еще Кто Как думает То есть Не умеет Он Выполнять Такую работу Правильно Правильно Хорошо Ребята Айдар Тоже Правильно Отвечает И следующее Несметное Число Как вы понимаете Слово Несметное Число Правильно Много Арсен Помните Когда он Начал Валить Все деревья Он много Деревьев Повалил Да Но у него Не получилось Ничего Да Правильно Правильно Молодцы Наташи Тоже Правильно Отвечает Все хорошо Айсар Тоже Так Ребята Значит Еще Еще Одна Осталась У нас Басня Но этой Басни У нас Нет С вами В книжечке Басня Называется Волк И Ягненок Волк Ягненок Давайте Я с вами Сейчас Прочту У нас Время Еще С вами Осталось Да Еще Давайте Посмотрим Ягненок Жаркий День Зашел К ручью Напиться И Надобно Жебете Случиться Что Около Тех Мест Голодный Рыскал Волк Ягненок 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 Устал Устал Ягненок 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 Ты Виноват Уж тем Что Хочется Мне Кушать Сказал И Темный Лес Ягненка Поволок Вот такая Вот Басня Ребята Ребята Ребята